Ты, любовь моя, не могу никак я без тебя. Жду, доченьку, теперь я милый от тебя. Слов не нахожу, объяснить, чтоб это счастье. Ведь без вас обоих жить бы мне в несчастье. А так теперь я в жизни не одна, и больше не схожу теперь с ума. От мысли, что буду в жизни я одна, и в ней никому не буду я нужна. Мне бабушка и мама помогают, от всяких бед меня оберегают. Большое им спасибо за их помощь. Чем-то им и я потом смогу помочь. Очень сильно их я всех люблю. Иногда бывает, они сильно достают. Я начинаю сильно их тогда бронить, что они меня желают огорчить. А так, все у нас идет прекрасно. Папу я готова прямо целовать, за то, что он во мне души не чает, и мало чем меня он огорчает. Очень дедушку мне жалко своего, что лежит и не встает он никогда. Очень сильно я люблю деда своего, его ко мне любви не забуду никогда. Лишь тем он и мама часто огорчались, что не желала просто книги я читать. Много есть у них литературы почитать, но я, кроме Гиты, ничем не увлекалась. Кроме вед меня не тешило ничто. После зверского скандала вот того, что мои тогда родные совершили, сильно, чем меня они тогда и огорчили. Но я их то действо им тогда еще простила. Хоть и сильно, очень, они мне насолили. Шри Кришну ежедневно я о них просила, чтобы он им все их прегрешения простил. За себя у Кришны также я прощения просила. За все зло, что родным в те я годы причиняла. Чтобы простил меня Господь за все мои грехи, ему сказал, что о нем тогда я вспоминала. Зла на родных теперь я больше не держу. Им лишь любви и счастья в жизни я хочу. Но как в жизни все они того не понимают, меня очень сильно они тем и огорчают. А ведь у всех я любила их всегда. Аню без цветка не оставляла никогда. Маме Ане одуванчик розу приносила, выражая им любовь свою, цветы дарила. Но в ответ лишь злом своим они мне отплатили. Когда в году десятому мой день рождения они прожили, ровно года под конец, то зло они мне сотворили, когда они забрали у меня все эти книги и спалили. В моей вечной памяти теперь останутся они. Так же и все те мои стихи, что я сожгла, боясь повторного скандала в доме том, где от этого произошел тогда такой дурдом. Вещи те и те стихи мои, все в памяти они. Господу Кришне сказала я тогда, что я Ему все эти свои сейчас стихотворения дарю. А их Агни когда принял, я счастлива была. Я сжигала все тогда не просто так, а в почтении Шри Агни Ягью предлагаю. С молитвами, написанными там, это все тогда Шри Агни предложила я. Море слез и горя я тогда пережила, но уехать от родных я шанса не имела. Если бы стихи они тогда те увидали и сожгли, я от того б тогда покоя не имела. А так я добровольно Агни те стихи дарила, все молитвы те тогда Ему я предложила. Агни принял с удовольствием стихи мои тогда, и теперь я новые стихи пишу, друзья, всегда. Уж теперь не огорчаетесь вы, друзья, тому, что положить, казалось бы, конец. Тогда я сама хотела творчеству всему. На зле родных поставить нужно было точку. Иначе бы скандал, возможно, бы повторился, и моя депрессия тогда еще сильнее стала. Ведь мать моя сильно очень меня доставала с целью, чтобы в душе моей хаос творился. Чтобы с Кришной расстаться, скорее я смогла, чтобы вечность свою я душою скитаться могла, переселяясь из одного тела в другое, и никогда, чтоб потом я не знала покоя. С компьютера, когда Женя все стер тогда, Боже, как же сильно, я тогда страдала. Мама меня с папой так из-за Кришны унижали, волосы на голове моей едва не вырывали. Но я, навзрыд рыдая, к Кришне обратилась с просьбой, чтобы мне не дал он о нем забыть. Жизнь моя моим на зло никак не изменилась, и я стала Кришне новые стихи писать, дарить. С тех пор прошло уже восемь лет, друзья. Пишу стихи с тех пор и дальше я. И уже надобности нет их удалять, друзья. В них гору Кришну славить буду я.